МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. 30 лет городской думе. На торжественные мероприятия приехали депутаты Госдумы и регионального ЗАГС-собрания. От студенческого проекта к профессиональной карьере. В Сарове прошли восьмые всероссийские мусруковские чтения. Драйв и скорость. Саровские байкеры открыли мотосезон. Далее расскажем обо всем подробно. Стратегию социально-экономического развития Сарова обсуждают с 2018 года. Основная цель – определить приоритеты социально-экономического развития города до 2035 года. В документе представлен анализ развития социально-экономической сфер Сарова. Определены тенденции, ключевые проблемы, способы реализации стратегии. В том числе и финансирование из различных источников. В этой работе активно участвуют и депутаты Законодательного собрания Нижегородской области и привлеченные специалисты. Общая цифра расчета предварительного пока, который мы точно знаем, это минимум, который необходим для решения задач социального характера, дорожного строительства. Это где-то порядка 130 миллиардов рублей. Вот эта цифра, она сегодня прозвучала, она сегодня у нас погружена в предложения. Они направлены в правительство Российской Федерации. И там сейчас начнется история отношения анализа решений, которые мы предложили нам к мастер-плану. В своем предложении депутаты Нижегородской области также учли задачи развития НЦФМ, в том числе и в плане привлечения сюда молодых ученых. В рамках программы уже реализовано несколько нацпроектов. В вручении президента были реализованы мероприятия национальный проект. Построены школы, построены новоочные сооружения, центры культурного развития. Это же все здесь, все это видно. Как только будет получено федеральное финансирование, сразу моментально начинается работа. Мы умеем это делать, мы умеем это делать быстро. Депутаты Госдумы в рамках визитов Саров проводили выездное заседание Комитета по вопросам науки и образования. Гости подтвердили необходимость поддержки предложений ядерного центра и центра физики и математики для привлечения кадров. Торжественное собрание, посвященное 30-летию городской думы, озаменовалось и приездом депутатов федерального и областного уровня. Как отметил Антон Ульянов, такие визиты носят регулярный рабочий характер. Мы уже в этом созыве, например, реализовали одну законодательную инициативу. Мы не просто с ней вышли, как городская дума. В законодательном собрании она была принята, касающейся льгот в территориях опережающего развития. Это очень важно и это на самом деле крайне необычно. Мало представительных органов власти, которые выходят с инициативами, которые принимаются. Моя, допустим, задача депутата Государственной думы, который представляет парламент страны Божьегородской области, посмотреть, каким образом, какие нормы, революторные нормы. Может быть, закон о закрытых административно-территориальных образованиях, который был принят достаточно давно. Какие нормы, предполагающие меры поддержки стимулирования деловой активности, с учетом всех особенностей, ограничений, которые существуют в Сарове, необходимо пересмотреть, для того, чтобы они были более качественными, для того, чтобы они включали вызовы на время. В рамках визита обсудили интеграцию новых территорий Сарова, развитие северных территорий. На торжественном собрании подвели итоги работы Градской думы за 30-летний период. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинали мы с малого. Сначала внутритехникумовская, потом география постепенно за эти годы росла, и, соответственно, рос и ассортимент работы. У нас 12 секций технические, гуманитарные науки. Это огромная ответственность. Весь техникум, весь коллектив работал на это. Долгое время мы готовились, соответственно, от поиска участников до изменения положения, до организации сегодняшнего дня. Это очень приятно, что под именем Бориса Глебовича Музрухова, которому исполняется 120 лет со дня рождения в этом году, мы под его добрым, теплым, порядочным именем можем собрать большое количество людей, которым интересно и, главное, это очень важно. Конструирование и приборостроение, математика, физика, астрономия, биология, экология, филология, лингвистика русского языка. Перечень направлений широк. Ярослав Кобзарь участвовал в секции информационной технологии. Юноша представил свой проект – модель конвейерной линии для изготовления промышленного строительного кирпича, с которым он уже выступал на областных и всероссийских конкурсах. Эта технология построена для конкретно формовочного кирпича. Сейчас большинство кирпичей, самых популярных, которые производятся, они делаются путем штамповки. А этот кирпич нужно заливать в формы. И такое производство в России существует только в единичном масштабе, то есть под заказ. А путем добавления каких-то затвердителей, ускорителей, застывания смеси, можно добиться изготовления кирпича примерно за 15 минут. В своей секции Ярослав занял второе место. За исследовательскую, проектную и творческую деятельность всех участников отметили сертификатами и благодарственными письмами. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Они лечат и спасают жизни. Лучшего из лучших среди будущих медбратьев и сестер определили в Саровском медколледже в рамках традиционного конкурса профессионального мастерства. Он прошел несколько этапов. На первом участники должны были рассказать о себе, представив визитку. Во втором – ответить на теоретические вопросы в области терапии, хирургии, педиатрии и инфекции в формате своей игры. В этом году у нас очень компетентные участники. Можно сказать, мы горды тем, что мы подготовили таких выпускников. Это специалисты в области сестринского дела, будущие медицинские сестры, которые, я думаю, что, несмотря на то, что они сказали, что они хотят быть врачами, все-таки мы хотим, чтобы они пришли в практическое здравоохранение и стали хорошими медицинскими сестрами, чтобы наши знания, которые преподаватели передавали нашим студентам, не пропали даром. И чтобы клинической больнице 50 в первую очередь и вообще ФМБА России пополнились новыми кадрами, такими профессионалами, которые сегодня продемонстрировали блестящие знания, я считаю. По словам директора медколледжа, обучение в учреждении всегда было практикоориентированным. Оно тесно сотрудничает с Саровской клинической больницей и Приволжским медицинским центром. В состав жюри конкурса вошли главные медсестры МСЧ номер один и номер три. Мы сами заканчивали наш колледж. Раньше называлось медицинское училище. Суть от этого не поменялась. Выходят замечательные, совершенно подготовленные студенты, хороший состав педагогов, которые их учат. Внимают эти студенты. Мы их на практике у себя пытаемся всячески привлечь к работе в клинической больнице. Почему? Потому что со средним медицинским персоналом у нас сейчас достаточно тяжело. Не очень охотно почему-то идут в эту профессию. Но мы всегда ждем и рады вливанию новых кадров. На третьем этапе конкурса участники должны были за 90 секунд рассортировать препараты по фармакологическим группам. На финальном испытании сестринская деятельность преподаватели разыграли для студентов ситуационные задачи, в которых им нужно было грамотно оказать помощь импровизированному пациенту. Дарья Швецова к конкурсу готовилась параллельно со сдачей последней сессии, поэтому знания были еще свежие. Девушка с детства мечтала быть медиком. Так игра в доктора с игрушками переросла в любовь к профессии. Благодаря нашим учителям, которые дали большое количество знаний, такой отличный бэкграунд, благодаря нашим отделениям клинической больницы номер 50, которые дали такую практическую базу, я поняла, что медицина – это мое, что мне нравится помогать людям. По итогам конкурса «Своей профессией горжусь» лучшей стала Дарья Швецова. Второе место у Анастасии Моисеевой, третье – у Светланы Платоновой. Победительница получает приятный бонус в виде освобождения от сдачи госэкзамена и защиты дипломного проекта. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Палитру любимого города он изображает с особым теплом и любовью. Одноименная выставка художника Анатолия Стрелкова появилась в библиотеке имени Маяковского. В экспозиции всего 12 работ, которые погружают в атмосферу родного города. Здесь можно увидеть Саровский монастырь, храмы Пантелеймона, царственных страстотерпцев, висячий мост, художественную галерею и драмтеатр. Одна из картин большого формата пошла на областную выставку Нижнего Новгорода. Это «Зимний покой». То есть Саровский монастырь. И мне надо серьезно было прорисовывать, прорабатывать, то есть стараться как можно более деталей сделать, чтобы зрителям жюри было интересно. Дальше большая картина в центре – это «Вищачий мост». Написано тоже акварельными красками. Немножко добавил пастельные мелки. Здесь я пытался передать главный акцент на «Вищачий мост» – башни колокольни. Работы отражают многообразие и аутентичность саровской архитектуры. Автор не случайно акцентирует внимание именно на ней. Он закончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Я изучал архитектуру в институте. И мне бы хотелось порисовать, попробовать, передать какой-то прием. Вот. И что вот я и делаю. Потому что тут в Сарове архитектура мне нравится, она красивая. Она чем-то похожа, ну, не знаю, на петербургскую. То есть тут храмы какие-то похожи, здания похожи. Экспериментом для Анатолия стала картина, на которой изображен памятник Серафиму Саровскому. Автор писал ее маслом, новой для себя техникой. В основном художник работает с акварелью, но постоянно находится в поиске. Полюбоваться красочными пейзажами и памятниками архитектуры Сарова можно на выставке «Палитра любимого города» в зале искусств библиотеки имени Маяковского. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+. Телефон для справок 9-94-09. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Евгений Ивашенко. Служба новостей. Саров-24. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Евгений Ивашенко. Мусора собрали достаточно много в этом году. Ребята очень старались, проявляли инициативу. И даже сейчас у нас уже закончилось мероприятие, а некоторые дети до сих пор не могут успокоиться, дособирают мусор. Муниципальный этап экологической акции «Очистим берега-2024» прошел в Сарове в рамках Дней защиты от экологической опасности и Международного дня земли. Под руководством педагогов станции юных натуралистов ребята седьмых классов школ города очищали от мусора территорию поймы реки Сатис в районе висячего моста, облагораживая внешний вид участка и помогая природе. Такие субботники станция юнатов проводят ежегодно. Привлечение внимания горожан к проблеме, которая все-таки есть, проблема загрязненности окружающей среды, и хоть какими-то маленькими силами мы можем помочь нашей природе, приучить детей соблюдать чистоту на отдыхе. Такая акция нужна, чтобы на земле было меньше мусора, и чтобы земля была чище, и чтобы природа сохранялась. Люди не следят за тем, что они делают, то есть кидают мусор где попало, не смотрят даже, то есть мусорка стоит около них, а они кидают где попало. Мне кажется то, что мы сейчас собирали мусор всеми седьмыми классами, чтобы очистить нашу природу от всех отходов, которые люди кидают. В летние месяцы на станции юных натуралистов будет проходить акция по посадке деревьев. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Совсем скоро парк имени Зернова заживет полной жизнью, заполнится гражданами, которые так долго ждали открытия сезона и запуска аттракционов. Старт дадут по традиции 1 мая. С 16 до 19 часов на танцевальной площадке откроется большой интерактивный мастер-городок, где саровчане смогут поиграть в настольные игры, дженгу, боулинг, кольцеброс, поймать рыбку в импровизированном бассейне. В преддверии Светлого Христового Воскресения мы проведем целый цикл мастер-классов по пасхальной тематике. Издревле, уже сложившейся традицией во всех семьях украшать пасхальные яйца на Пасху. И вот одной из таких элементов украшения яйца служит подставка. Пройдет мастер-класс по изготовлению пасхальной подставки. Также будет мастер-класс по изготовлению пасхальной куклы. На одной из площадок юные саровчане смогут создать любой предмет с помощью 3D-ручки. Местом притяжения также станет мультмастерская. Гости смогут смастерить пластилиновых кукол-героев, снять с ними видео, поучаствовать в монтаже мультфильма, который опубликуют в официальной группе парков Сарова. Всю зиму маленькие и взрослые горожане мечтали прокатиться на аттракционах. Все парки готовятся к летнему сезону, приводятся в порядок, убирается после зимы мусор. Открываются те игровые комплексы и мафы, которые были законсервированы на зиму. В частности, и аттракционный комплекс парка прошел все стационные и технические экспертизы и уже готов принимать своих гостей в новом сезоне. Аттракционы начнут работать 1 мая с 11 часов. Далее покататься можно будет каждые выходные и праздничные дни с 11.00 до 20.00. По будням с 16.00 до 20.00 часов. В этом году продолжает действовать акция «Льготное катание» для детей из многодетных семей и детей инвалидов. Каждую первую и третью среду месяца. Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие статус. Жанна Дмитриевна Шинкарева родилась в октябре 41-го года в деревне Ужлятино Витебской области. Когда началась война, вся ее семья бежала из Бреста. Выжила я в это время только благодаря тому, что еще у односельчан кое-что сохранилось из продуктов. И они приносили, знали, что мы беженцы пришли, приносили и помогали маме там подкармливать меня. В семье было четверо детей. Старшим сестрам – 12 и 11, а брату – 4 года. Жанна Дмитриевна рассказывает, что когда брат стал постарше, то смог со своим товарищем собрать радиоприемник. Об этом узнали партизанские отряды и попросили отдать, чтобы была связь со штабом. С тех пор мальчишки стали связными. Старое село было, станция, наверное, за две до Ужлятина. Ребята увидели, что стоит эшелон с немецкими летчиками. Молодые летчики, окончившие училище, ехали на фронт. Они донесли об этом своим ребятам, те к партизанам. И таким образом партизаны решили подорвать этот состав. Это удалось сделать. Состав был подорван, слетел под откос. Очень много погибло. Немцы хоронили своих летчиков тут же, около железной дороги. Целое кладбище выросло, кресты. И на крестах висели голубые фуражки. Ребята все ходили туда и восхищались, что смогли так помочь стране. Отец Жанны Дмитриевны был проводником у партизан. К ним в дом часто приходили отряды и просили помощи. Однажды мужчина провел солдат для взрыва железной дороги. Но взрыв осуществить не получилось. И его арестовали. Мать пошла к начальнику этой тюрьмы. Говорила, что это не он. Она собрала какие-то подписи жильцов, что он благонадежный, что он никуда не водил, что они его хорошо знают. Он говорит, нет, вот взрывов, нет взрывов, это он. И тогда партизаны устроили взрывы на железной дороге. И отца отпустили. Должны были отправить в гестапо, в районный центр Шумилина. Но если бы туда отправили, он бы уже с живым оттуда не вернулся бы. А здесь все-таки полицаи были, местные там, отпустили его. Отец Жанны Дмитриевны написал книгу воспоминаний о войне, о которой не дают потомкам забыть о тех страшных временах. Весна считается самым пожароопасным сезоном. Когда только сошел снег, осталась прошлогодняя сухая трава. А зеленая еще не выросла. В этот период возгорание может возникнуть из-за любой оплошности. Из-за битого стекла, нагретого солнцем, из-за специального уничтожения сухой травы, бесконтрольного сжигания мусора при уборке территорий или разведения костра в лесу. С 22 апреля на территории Нижегородской области введен особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима введен запрет на посещение граждан и лесов при наступлении 4 и 5 класса пожарной опасности. Введен запрет на разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях. Запрещено также выжигать траву на участках, примыкающих к лесам, разводить костры и огонь в мангалах на землях лесного фонда и прилегающих территориях. За нарушение этих требований гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам – от 30 до 60 тысяч. Для предпринимателей без образования юрлица – от 60 до 80 тысяч. Для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей. За истекший период 2024 года на территории города Сарова произошел один пожар по причине неосторожного обращения с огнем, а именно при сжигании мусора и сухой травянистой растительности в садовом некоммерческом товариществе. В тот день были неблагоприятные погодные условия, в связи с чем неконтролируемое горение распространилось и перешло на строение в виде дощатого сарая. По результатам профессиональной проверки была установлена причина и очаг пожара. Виновное лицо привлечено к установленным законам ответственности. В условиях противопожарного режима специалисты регулярно проводят рейды, обследуют лес, прилегающие территории и садовые товарищества. Огнеборцы напоминают, что при обнаружении возгорания нужно незамедлительно позвонить по телефону 101 или 112. Международная премия «Мы вместе» направлена на признание и поддержку лидеров общественно значимых инициатив, которые помогают людям и улучшают качество жизни в стране. В рамках премии можно подать социальные проекты, а также заявить о себе как о волонтере. В номинации «Поступок года» все желающие от 14 лет могут представить свое доброе дело и рассказать о себе на всю страну. Участвовать в конкурсе можно и командой. Также премия дает возможность масштабировать уже существующие проекты, вывести их на региональный всероссийский уровень, найти новых партнеров, единомышленников. Премия «Мы вместе» проходит при поддержке президента России Владимира Путина. Есть возможность, например, путешествовать по России благодаря премии, потому что премия ежегодно меняется. Добавляются различные мероприятия выездного характера, например, форумы, окружные форумы, всероссийские форумы. И опять же здесь можно найти себе партнера и масштабировать проект. Педагог молодежного центра Екатерина Неконорова два года была участником премии. В 2022 году она вошла в региональный финал и заняла второе место с проектом благотворительного марафона «Город единства непохожих». В этом году Екатерина Неконорова стала амбассадором международной премии «Мы вместе». Мы регулярно, в общем-то, сейчас, постоянно, я бы сказала, даже основе, занимаемся социальным проектированием, пишем проекты для грантовых конкурсов, для того, чтобы помогать людям. Прежде всего, конечно же, это проекты, направленные на улучшение жизненной ситуации, связанной с инвалидами. Мы стараемся создать занятость для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. И вот за последние три года у нас пять таких проектов уже. У победителей премии «Мы вместе» есть возможность получить награду из рук президента. Заявки принимают на официальном сайте премии до 3 июня. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Третий Всероссийский фестиваль «Конкурс хорового искусства «Радуга» имени Ирины Рогановой» проходил в Санкт-Петербурге. Более 70 коллективов в этом году приехали на конкурс из разных регионов страны. В возрастной группе 12-15 лет участвовали 16 сильнейших хоров из Зеленограда, Самары, Челябинска, Москвы, Дубны, Минска. Членами жюри конкурса были заслуженные работники культуры, профессоры консерваторий, хорового искусства. «Саров» на Большой земле представил хор «Капель» детской школы искусств. В рамках конкурсной программы «Капель» выступала в зале Государственной академической капеллы. Мы выступали в красивейших залах, мы послушали очень профессиональные коллективы, нам проводили также интересные экскурсии, но в общем мы побывали в очень красивых местах. Также это был очень большой опыт, мы поднялись на новую ступеньку развития, мы очень сблизились за эту поездку. Нам очень понравилось, мы увидели очень хорошие коллективы, красивые залы, в которых все хотят выступать. Мне очень понравилось, все было просто прекрасно, я очень благодарна судьям и всем там участвовала, всем, с кем мы там подружились или пообщались. Чему я научилась, возможно, это, во-первых, терпению, во-вторых, я научилась больше слушать и понимать других людей, а также общаться. На конкурсе коллектив «Капель» детской школы искусств стал лауреатом второй степени. По словам руководителя хора Анастасии Ерофеевой, такая награда – высокая оценка для «Капели», еще одна ступенька в развитии – яркая победа в копилку истории коллектива. Помимо конкурса «Хор Капель» участвовал и в фестивальной программе в мраморном зале Российского этнографического музея. Исполняли мы три произведения классического автора Антона Оренского «Над морем спал сосновый лес», «Русскую народную песню в Вишневом саду» и современного хорового композитора Юка Линкола Джойку. Сказать, что довольны, ничего не сказать. Мы очень счастливы и рады, и привезли бурю эмоций положительных, вдохновения и, наверное, новый виток в творчестве и развитии нашего коллектива. Сейчас детский хор «Капель» готовится к отчетному концерту, который пройдет 17 мая в Доме ученых. Рев мотора, кожаные куртки, смелые мужчины и девушки. На открытии сезона в клубе «Вагабонт МС» собрались десятки мотоциклистов. Это люди, живущие свободой, любящие железо и драйв. Старт мотосезона – не только повод увидеть старых товарищей после долгой зимы и познакомиться с новыми, но и в очередной раз напомнить о безопасности. Это не значит, что мы только сегодня сели на мотоциклы, но это какая-то отправная точка мотосезона, с которой, скажем так, можно планировать поездки на сезон, новые знакомства. Я просто наблюдаю много новых людей на мотоциклах, меня это радует. Главное, чтобы все садились за руль мотоцикла с трезвой головой, холодным рассудком и пониманием, что это два колеса, и их жизнь и здоровье в первую очередь зависит от них самих. У байкеров есть дорожные имена. Константина Кадибаша называют подводником неспроста. Он уже много лет руководит клубом подводной охоты «Тритон». А вот мотоциклом мужчина увлекся только четыре года назад. И теперь расстаться с ним не готов. Приобрел мотоцикл, начал общаться плотно с мотоциклистами, вступил в ряды мото-клуба «Вагабонт МС». В машине едете, там все-таки ограничено каким-то пространством, ну, сами понимаете. А здесь на мотоцикле движение более острое, все ощущения более острые. Если ты едешь, запах шашлыка весной чувствуешь, вот и чувствуешь, да, или запах травы, на машине это лишено возможности. Поэтому, ну, все интереснее гораздо. Автодром пестрит многообразием железных коней от обычного скутера до тяжелых круизеров. Именно они будут рассекать дороги весь предстоящий сезон. Саровчане стройной колонной проехали по основным улицам города, давая старт разнообразным мероприятиям и выездам. Ульяновск, Рязань, Саранск, Чебоксар и Йошкар-Ола. Направления самые разные, но объединяет байкеров из разных городов одно – любовь к мотоциклам, адреналин и скорость. Знаки мастер спорта России по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе получили сразу две саровчанки. Тамара Давыдова и Ирина Тимонина еще в прошлом году подтвердили это звание на соревнованиях в Ярославле. Девушки упорно тренировались с малых лет. Этот статус тому доказательство. Я подтверждала его очень долго, наверное, года два, то есть в 16-17 лет уже такой возраст, когда нужно выполнять мастера спорта и его подтверждать, что требует долгой упорной работы. То есть с самого детства ходишь на тренировки, каждый день тренируешься и стараешься, если у тебя все получается, то ты к этому приходишь. Когда только-только получилось вообще выполнить, то шок был. Потом это стадия восторга. Думаешь, неужели, неужели столько лет тренировались и все-таки смогли дойти до этой поставленной цели. На торжественной церемонии удостоверения кандидатов в мастера спорта получили еще девять воспитанников ИКАРа. Четверым присвоили первый разряд. Награждение стало символичным открытием первенства города по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. Соревнования проходили в два дня. У нас они традиционные. Мы каждый год проводим в это же время эти соревнования. А потом мы проводим их специально перед первенством области и чемпионатом области. Делаем отбор. У нас рейтинг. Кто достойный, кто призер попадает, тот и едет на первенство и чемпионат области. 85 воспитанников отделения соревновались за победу в трех дисциплинах. Прыжки на двойном мини-трампе, а также индивидуальные и синхронные на батуте. Победители и призеры уже активно готовятся к первенству и чемпионату области, которые планируют провести 11 мая в Нижнем Новгороде. Дарья Кузина, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.